Первые дни июля выдались по-настоящему знойными. В Тверской области температура воздуха выше нормы на целых 6-8 градусов. Вместе с тем ожидается и высокая пожарная опасность, так как около двух недель не было дождей. Как засушливые дни переживают жители региона? Тверичане поделились на два лагеря. Одни южный зной воспринимают как возможность позагорать и искупаться, не выезжая на юг, а для других жара стала настоящим испытанием. Каких еще ждать сюрпризов от погоды в ближайшие дни? Почему не стоит охлаждаться в городских фонтанах? И чем еще нельзя спасаться от жары? Июльское солнце наиболее активно в дневные часы, примерно с 11 до 17. В это время медики рекомендуют как можно меньше находиться вне помещения, минимизировать физические нагрузки, носить одежду из натуральных тканей, воздержаться от алкоголя и выпивать не менее двух литров в день. Эти базовые правила необходимо знать каждому, чтобы лето тепловым ударом не отправило в нокаут отлеживаться на несколько дней. Жители Твери рассказали, как они переносят жару и каких правил безопасности придерживаются. Нормально. Пока неплохо. Вентиляторами пользуемся. Не выходить на жару, по крайней мере с 12 до 4. Сложно, конечно. Обычно есть вентилятор и кофе. Слабость. А так нет. Солнышко мы любим. Головные уборы. Обязательно дети. Вода. Мне очень нравится. Если выходить на открытое солнце на долгое время, стараемся в головных уборах каких-то. Кепочка, платочек обязательно. И если на очень долгое время, мажемся кремом солнцезащитным. Стараюсь как можно легче одеваться и в такую дышащую одежду. Еще один совет. Охлаждаться. Можно, но очень осторожно. Если человек, что называется, закаленный и не обременен хроническими заболеваниями, можно в прохладный душ. Всем остальным только умывать лицо и руки. От купания стоит воздержаться. Слишком большие перепады температур в водоемах и воздухе, что небезопасно. Еще одно развлечение жителей городов – фонтаны. В Твери любимое место для таких развлечений – Комсомольская площадь. Полдень – будний день. Здесь, как писал Лермонтов, все смешалось в кучу. И они, и люди. Охлаждаться в городских фонтанах затея не очень, так считает Роспотребнадзор. Вода здесь обновляется не так уж и часто, к тому же не обеззараживается. А в жару – это отличная среда для размножения различных микроорганизмов. Например, кишечной палочки или ротовируса. Так что вернуться с прогулки можно с таким неприятным подарком. Кроме того, некоторые конструкции подразумевают наличие механизмов или подсветки, которые работают от электричества. Поэтому есть риски получить электротравму. Здесь вода и вовсе имеет желто-зеленый оттенок. Поэтому о гигиене речи явно не идет. Кстати, о воде. В Волге она прогрелась до 24 градусов. Прогрелась и почва, а если быть точнее, то раскалилась. Синоптики предупреждают о возможном возникновении в Тверской области пожарной опасности. «Осадков на территорию области не было от 14 до 18 дней. Это, конечно, чрезвычайно опасно. Температура поверхности почвы очень высокая, выше 50 градусов». В первые дни июля на территории региона среднесуточные температуры воздуха выше нормы на 6-8 градусов. Но в ближайшие дни картина хоть и не кардинальна, но изменится. «Постепенно температура воздуха будет, за исключением завтрашнего дня, приближаться к норме. Это ночью 10-15, днем 25-30. Но единственное изменение, которое мы все-таки ожидаем и надеемся, что оно осуществится, это к нам должны в ближайшие трое суток прийти кратковременные дожди. Но они будут такими пятнами, ночью практически без осадков». Впрочем, начало июля, хоть и жаркое, говорят синоптики, но прежние рекорды пока не побиты. Более знойными в истории метеонаблюдений Тверской области остаются летние месяцы 1972 и 2010 годов. Тогда температура воздуха прокревалась почти до 34 градусов.